всем привет в этом видео выпуске я хотел бы затронуть тему полезности своим знакомым коллегам по работе друзьям ну и вообще просто соседям скажем так многих из нас раздражает такой момент когда вы находясь дома вдруг слышите звонок в дверь к вам при кто-то приходит а я вы не могли бы отложить не пару яиц а то я собрался или собралась там что-то готовить а яиц нету а вы не могли бы одолжить стаканчик муки а вы не могли бы должны стаканчик сахара и так далее так далее и за дня в день из года в год это продолжается и многие люди просто-напросто это проглатывают потому что не хотят оказаться плохими в глазах своих соседей в глазах своих знакомых тоже касается к примеру и работы на двух примерах я вам расскажу как я просто-напросто научился отказывать людям наглым скажем так бескультурным в их казалось бы безобидных просьбах пример первый у нас работал один коллега он ушел уволился сам лично захотел вот ему что-то не понравилось у нас работе да бог с ним ушел его взяли на другую работу оттуда его попросили выперли взяли на третью работу выперли и получилось так что и взяли его на четвертую работу и эта фирма оказалась тут совсем недалеко от нас и этот человек как-то пришел к нам во время обеденного перерыва в гости ой как я давно вас не видел да вы все такие классные блин жаль что я от вас ушел и так далее так далее идут подходит ко мне слушайте ты ты же все еще живешь в том-то районе конечно я не собирался туда съезжать слушай ты не поверишь я себе хату нашел в этом же районе и живу там же молодец говорю поздравляю и что как ты там сегодня вроде дождь обещается после работы после обеда я не знаю в принципе погоду не смотрел а в чем дело я сейчас спрошу у себя на работе если работы у нас после обеда будет не так уж и много то скорее всего а теперь внимательно его слова скорее всего тебе разрешается меня отвезти домой я ему с какой радостью мне ты решил что я буду тебя возить домой ну как же так сразу недоумение в глазах такое оторопит как же так ты же живешь в том районе и что дальше что я живу в том районе я никого посторонних людей блин нам на своей машине никуда не вожу будь то с работы или на работу все это у меня такие принципы ты же едешь подожди подожди ты живешь где именно он называет улицу называет где именно он живет или так послушай получается что я должен говорю ехать сначала к своему дому разворачиваться вести тебя домой высаживать потом разворачиваться ехать к себе домой что тут такого-то буквально пару километров ну чувак говорю ты на чем на работу приехал на автобусе прекрасный езди и дальше на автобусе он обиделся но больше он мне не задавал таких вопросов не просил ни о чем но буквально недавно в одном из магазинов я его встретил но получилось так что буквально на какую-то долю секунды он увидел меня раньше чем я его и сделал мгновенно вид как будто он очень сильно занят смотрит свой сотовый телефон и прошел мимо меня я тут же понял что что явилось причиной к такому поведению с его стороны человек просто-напросто обиделся на то что я отказался его вести домой если бы он один раз попросил меня нормально культурно может быть я бы его подвез когда он раньше у нас на работе здесь работал бывали случаи когда я подвозил его это было без проблем но он просил меня нормально в этот же раз он сказал что мне разрешается подвести его домой то есть уже автоматически ставит меня в роль извозчика но да бог с ним отказал как говорится баба с воздуха были легче никак не чувствую себя виноватым перед этим человеком второй случай у нас есть тоже вот коллега на работе и получилось так что у него не было прав у него не было прав сколько-то лет потом он все-таки опять сделал себе права у него полиция когда-то отобрала права и ему нужно было срочно ехать после работы в город он не успевал по времени уложиться там на какую-то встречу его куда-то вызывали там то ли не помню то ли врач что ли еще куда-то он должен был проходить какой-то тест блин где ты не успею блин тут работать но хорошо давай я тебя подвезу что серьезно а чё тут такого все равно еду в ту сторону подвез один раз второй раз он уже подходит ко мне говорю слушай ты не мог подвезти меня то у меня опять там время назначено тогда да без проблем бы ладно фиг с тобой подвезу сел я его подвез он даже спасибо не сказал выше слопнул дверь и думаю молодец хорошо продолжай дальше в том же духе и вот получается третий раз когда я уже ему просто-напросто отказал была буквально такая вот ситуация мы закончили все работу он быстренько бежит в раздевалку при его переодевается перебывается выбегает а я все еще копошусь там со своими делами мне нужно одно закончить другое закончить он подходит ну чё поехали я куда как куда домой причем не видишь я еду домой ну чё я уже готов поехали чё чё сколько мне еще ждать ты знаешь я еду в другую сторону как это в другую сторону молча говорю мне нужно верю ребенка забирать у него сейчас говорю тренировка говорю я должен сначала заехать туда а потом вместе с ним уже так ты что меня домой не подвезешь так чувак нет я тебя не подвезу ты же мне говорю ничего не говорил с утра о том что тебе нужно куда-то ехать тем более извини говорю но ты ведешь себя нагло я тебе несколько раз подвез горит они значит что я тебе буду подвозить постоянно все соскочил обиделся дикие обидки но не получилось сесть на голову свесить ножки и какать мне в морду не получилось этого человека ладно бог с ним вот он третий последний пример того как просто-напросто уметь отшивать таких вот людишек привыкших на стороне искать себе скажем так прислугу ну типа мы же друзья мы же знакомые это чуть тебе стоит блин да давно это было честно сказать давно наш ребенок ходил на подготовительные курсы перед школой на математику на немецкий чтобы уже прийти в школу и знать немножечко лучше чем те кто придет вместе с ним в начальные классы и там была у нас одна дамочка тоже водила ребенка вот на эти курсы и как-то она подходит и говорит послушайте говорит а на следующей неделе ведь вы что же приведете ребенка ну моя жена говорит да приведем ребят ой отлично давай вид а то у меня год времени нету давай так значит я приведу его сюда привезу его привезу да привезу а после курса когда курс закончится вы его возьмете и привезете ко мне домой хорошо моя жена не успевает рот открытия говорю я никого из чужих людей тем более детей подвозить не собираюсь а почему ну во первых говорю это связано со страховкой и с условиями этой страховки если не дай бог что-то случится на дороге говорю и будет говорю какое-то физическое увечье вашему ребенку нанесено я говорю за всю жизнь не рассчитаюсь блин и не расплачусь ни со страховкой не с вами да что тут тут по городу буквально ехали в том-то и дело вы что тут ехать вы ваш ребенок говорю может спал вполне сам говорю добраться до дома говорю на автобусе вас горитем более две машины горю одна у вас горю одна у вашего дедушки так ну так как у меня нет времени заехать за моим ребенком что ж придется просить деда хоть он и пенсионер придется просить деда ладно с вами все ясно все все вот так с вами все ясно типа вы все говно на вас положиться невозможно вы мне отказали когда мне нужна была ваша помощь поймите люди когда нужна человеку помощь он не так обращается и совет тем кто не знает как отказать потому что мягкотелый скажем так мягко характер научитесь говорить нет это действительно тяжело это действительно тяжело но когда вы научитесь когда вы скажете один раз нет другой раз какой-то ситуации третий раз четвертый раз у вас это войдет в привычку вы научитесь нормально спокойно отказывать наглым людям которые изначально ставят перед собой цель не попросить вас о помощи а вынудить вас быть их прислуги это вот такие маленькие примеры из моей жизни может быть у кого-то из вас тоже есть такие примеры вы просто сравните их с моими примерами опять-таки сопоставить все эти ситуации и поймете действительно ли кто-то вам обращается за помощью и отдает тем же или кто-то просто использует вас как тягловую силу вот и все что я хотел сказать всем удачи пока